В непривычно зимнем оформлении проходил футбольный турнир Амурец. В этих традиционных дальневосточных соревнованиях участвуют воспитанники спортшкол в возрасте от 10 до 13 лет. В Благовещенск прибыли футболисты Хабаровска и Биробиджана, Белогорска и Екатеринославки. В течение недели ребята в прямом смысле слова прогревали холодное поле Благовещенского стадиона «Спартак». А в решающий день соревнований арену и вовсе засыпало снегом, так что команды больше боролись с ним, нежели с соперником. Участники турнира изначально были поделены на две возрастные группы – старшая, футболисты 2001-2001 годов рождения, и младшая, 2002-2003 годов. В старшей группе до финала добрались Благовещенская, Юность и Хабаровск. В первом тайме у юности было несколько моментов, хоть и не стопроцентных, однако ничего полезного из этого извлечь не удалось. Во втором тайме Хабаровск перехватил инициативу, но также не смог добиться успеха. Сильный снегопад превратил футбол в спортивное ориентирование. Все решалось в серии 11-метровых, где удача улыбнулась хозяевам – 5-4. Последний удар хабаровчан пришелся в штангу. Ликованию наших юных мастеров не было предела. В младшей возрастной группе в финале играли опять же Благовещенск и Хабаровск. Здесь гости одержали уверенную победу 5-1. В начале апреля в Находке стартует традиционный футбольный турнир «Приморская весна». На этих соревнованиях Амурскую область будут представлять две команды – Амур-2010 и Белогорск. Кроме амурских команд, участие в турнире примут «Луч Энергия» из Владивостока, «Лутек Энергия» из Лучегорска, Находкинский «Океан» и молодежная команда «Хабаровской СКА Энергии». Благовещенский Амур планирует провести матчи со всеми участниками турнира, но возможны какие-то изменения уже на месте. Ведь главной целью для амурчан является не победа в соревнованиях, а успешное проведение заключительного этапа учебно-тренировочных сборов перед возобновлением чемпионата второй лиги. В областном центре проходили сразу два состязания по спортивной гимнастике. Благовещенск принимал первенство Дальневосточного федерального округа и соревнования в зачет 29-й спартакиады учащейся молодежи. В первенстве ДФО выступали уже проверенные спортсмены от 14 до 19 лет. В гости к амурчанам пожаловали ребята из Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Спортсмены помладше боролись за награды в соревнованиях в зачет областной спартакиады учащейся молодежи. Кроме Благовещенской команды, своих спортсменов выставили такие города, как Белогорск, Райчихинск и Зея. В этих двух соревнованиях участвовали 60 человек. Это соревнования абсолютно разные, разные по уровню, разные по трудности исполнения упражнений. Ну и это сразу видно из-за возраста участников. По итогам соревнований в областной спартакиаде среди юношей первенствовали райчихинцы, вторые – Благовещенцы, третьи – Белогорцы. Среди девушек первое место у гимнасток из столицы Приморья, серебро – Узеи, бронза – у райчихинских спортсменок. В рамках первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей не было равных амурчанам, вторыми стали хабаровчане, третьими – сахалинцы. У девушек золото досталось представительницам Приморья, на второй ступени пьедестала – амурчанки, ну а бронза уехала в Хабаровский край. Телеканал «Спорт Благовещенск» для информационного агентства «Порт Амур».